Ну а перед началом этого видеоролика советую подписаться на мою группу ВКонтакте. Осталось всего 10 подписчиков до моего конкурса на виртуальную валюту на Флинерпэ. Тут очень много интересного, переходите и подписывайтесь. Ну а мы переходим к видеоролику. Ну что, всем привет, с вами Рома и мы продолжаем играть на Флинеролиплей. Я надеюсь, вам эта рубрика нравится и буду ждать от вас отдачи в виде лайков, комментариев и подписки, конечно же. Но вы, как видите, у меня скин какой-то старой бабуськи. И это все из-за того, что я немножечко глупый и просрал свой скин за 100к. В общем, рассказываю, как это произошло. Как-то раз я, в общем-то, решил крутануть рулеточку и задонатил 50 рублей буквально. Так просто хотел посмотреть систему. И, в общем-то, когда я крутанул рулетку, мне выпал этот скин. И я вместо того, чтобы его продать, нажал «Одеть», а мой скин за 100к куда-то продал. В общем-то, потому что по ID я не знал, что это скин какой-то бабки. Ну и вот такие дела. Но, в принципе, я не отчаиваюсь. Сегодня у нас очень интересная серия. Давайте мы зайдем в меню «Дома» и я хочу улучшить интерьер. В общем-то, нажимаем тут «Сменить интерьер». И выбираем, собственно, самый дорогой за 40 тысяч вирт. Смотрите, вроде вообще шикарно смотрится. Но к нашим квадратным домам это, в принципе, нормально. Так что покупаем. И, смотрите, теперь вроде снаружи у нас вообще такой маленький дом. Но, ввиду нелогичности интерьера в «Сампо», все нормально. Так, давайте теперь мы еще раз посмотрим улучшения. Я вот думаю, можно купить оружейный станок. Но, думаю, пока что не буду. Я не вижу особого смысла вкидывать в этот дом еще денег. Да и подселение, я не знаю. Если хотите, я могу разыграть для вас подселение. То есть, я подселю кого-нибудь в мой дом. Если хотите, то пишите в комментариях. Если что, розыгрыш будет в моей группе ВКонтакте. В общем-то, сейчас мы поедем. И, собственно, все-таки, наверное, сменим скин. Купим скин настоящего Давида, я так думаю. Ну, вы понимаете, да? Будет у нас не русская национальность. В общем-то, купим не сильно дорогой скин. Потому что не хочу я что-то больше сливать на него деньги. Будем представлять, что это за скин за 100 тысяч. В общем-то, погнали. Ну что, заходим в магазин одежды. И быстренько давайте я выберу, чтобы вам не было скучно. Просто промотаем этот момент и все. Ну что, поздравляю вас, господа. Мы купили скин Давида. Так, в общем-то, ладно. Шутки в сторону. Так, давайте, чтобы опять не лохануться вот с этим гардеробом. Нажмем да. И уже поедем. И в натуре оденем наш скин. Пока что мы еще немножечко побудем на старушенции. Но ничего, бывает. Ну что, заходим. И давайте быстренько зайдем в гардероб. И выберем. Так, нет. Вот так вот нам не надо выбирать. У нас опять заменится одежда. И опять пропадет скин. Так, в общем-то, на полку первую ставим. И после чего просто спокойно берем скин нашего Давида. Так и отлично. Замечательно просто. Все, теперь мы можем идти дальше. Ну а дальше я хочу поиграть на новой для меня работе. Это ремонтник дорог. В общем-то, я достиг четвертый уровень. И теперь мы можем спокойно туда отправиться. Эта работа отличается от всех других. Там очень интересный геймплей. Погнали скорее посмотрим. Ну что, я уже устроился на работу ремонтника дорог. Давайте я вам сейчас покажу. Вот, как видите, работа ремонтника дорог. Отлично. Теперь давайте на GPS найдем, где находится эта работа. Так, смотрим. Вот 25-я. И она очень близко. 220 метров. Ну, собственно, мы можем спокойно доехать. Никаких трудностей. Так, это вот здесь. Вот сейчас там надо будет, наверное, заезжать в какую-то глушь. Да, вот здесь, походу, давайте попробуем завернуть. Да, вот, походу, здесь отлично. Давайте паркуем, встали он. И сейчас пойдем уже устраиваться. В общем-то, я посмотрел на ютубе, как там играли. Там очень интересный геймплей. Там сначала надо расставлять фишечки, типа ограждения. А потом надо там еще копать и еще сыпать что-то. В общем, не такое однообразие, как конкассаторы, почтальоны и прочее-прочее. Все, мы устроились. Теперь берем нашу машинку. Так, аренда стоит 500 баксов. В общем-то, нормально. Заводим и погнали уже ожидать первый заказ. Видите, наверху написано. Сядьте в свободный транспорт, принадлежащий дорожной службе и ожидайте заказ. В общем-то, что-то типа такого. Вызов диспетчера. И давайте сейчас подождем. И вы посмотрите на это изображение. Чья-то тут рожа, прямо на звездочках. Правда, я не знаю, чья. Так, отлично. Нам надо бы как-нибудь закрыть дверь. А то что-то она мне как-то мешает. Так, давайте немножечко попытаемся закрыть. Блин, ну вот что ты делаешь? Смотрите, зато сразу дверь закрылась. Магия, слушайте, ребят. Так, надеюсь, сейчас уже вызов придет. У меня что-то уже наскучило стоять. Так, посмотрим. Очень интересно выполнить первый заказ. О, отлично, пришел. И давайте посмотрим на карте, где это. Блин, это в самом конце Сан-Фьера. Ну нахер. Отец. Да, 3500 метров. Вообще очень много. Так, ну ладно. В принципе, погнали. И не будем медлить. Вот кто так делает. Мне теперь вообще не хочется жить. Ну ладно. Ну а на этом всё, наш видеоролик подходит к концу, если тебе понравилось обязательно подпишись на канал и не забывай про лайки и также обязательно нажимай на колокольчик, если хочешь самым первым узнавать о моих новых видео. Ну а на этом всё, с вами был Рома, всем хорошего настроения, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok